Вот тогда казалось, что вот именно сейчас начнется какая-то новая жизнь. Например, сделали пленки на основе активированного угля, куда добавили валидол. То есть контакты научные, они остались. А сейчас студенты хотят уже попробовать себя в своей будущей специальности. 64,5 градуса, и потом они получаются не похожими ни на что. Почему вы решили стать химиком? Моя профессия – химик. А пришла я в эту профессию, как ни странно, довольно неожиданно. Когда я оканчивала школу, я очень легко и красиво писала сочинения. И тогда мне казалось, что самая лучшая профессия на свете – это журналист. Я уже успела побывать на дне открытых дверей, на журфаке. Мне очень понравилось, как рассказывал о факультете журналистики его декан Булацкий Григорий Васильевич. Кстати, вот в начале мая исполнилось 100 лет со дня его рождения. И решение уже практически было принято. И вдруг мой отец, а он белорусский писатель, Олесь Савицкий, решил со мной побеседовать серьезно в отношении выбора будущей профессии. И он сказал, что для того, чтобы поступать на журфак, недостаточно хорошо писать сочинения. Но, кстати, он мои сочинения и не читал. Но нужно иметь пробу пера, то есть определенные публикации, хотя бы в пионерской газете «Зорька». Естественно, ничего подобного у меня не было. И хотя я и немного расстроилась, его аргумент мне показался очень убедительным. Ну а вторым интересующим меня предметом была химия. И я поступила на химфак. И никогда об этом не пожалела. Первые ощущения были очень интересны. Это был как раз тот год, когда химфак из старого здания переселялся в новый, вновь остроенный, очень красивый, очень современный корпус. И вот тогда казалось, что вот именно сейчас начнется какая-то новая жизнь, ждет впереди какая-то новая, очень увлекательная наука. В студенческие годы я выбрала для себя специальность химия высокомолекулярных соединений или химия полимеров. Химия полимеров — это такая наука, где результаты твоего исследования обязательно заканчиваются созданием какого-то готового продукта, который можно взять в руки, с которым можно как бы делать что-то дальше. И первым руководителем моей дипломной работы был академик Федор Николаевич Капуцкий. А в лаборатории я работала под непосредственным руководством моего будущего мужа. Тогда он был младшим научным сотрудником. Надо сказать, что в те годы, кроме меня, у него было еще и другое очень сильное увлечение, а именно природный полимер целлюлоза. Целлюлоза — это полимер номер один в растительном мире. И заниматься физико-химией целлюлозы мне тогда показалось очень интересно. Мы получали растворы целлюлозы в новых растворителях. Из них формовали волокна, пленки. То есть это все было очень интересно. И вот эта увлеченность моего мужа целлюлозой, она заразила и меня. И, в принципе, до сих пор мы с целлюлозой еще работаем. Поэтому вопрос о том, идти в науку или не идти в науку, он, в общем-то, как таковой не стоял. Все получилось как-то естественно. Непосредственно я осталась на кафедре, поступила в аспирантуру. Ну, потом кандидатская диссертация и осталось заниматься наукой. Химический факультет — это особый факультет. То есть химию только по учебникам не выучишь. Нужно обязательно научиться работать руками. И у нас на химическом факультете и тогда, когда я училась, и сейчас лабораторных очень и очень много. То есть студенты практически осваивают азы химического эксперимента еще во время учебы. И потом, когда наши студенты, а наши студенты вообще востребованы и в научно-исследовательских лабораториях, и на производстве, они приходят уже достаточно подготовленными, и они легко потом обучаются. То есть эксперимента у нас очень много. Что вас вдохновляло? Если говорить о том, был ли какой-то идеал в науке, наверное, нет. Мне была интересна наука как таковая. То есть мне было интересно заниматься наукой. Вот тогда мы занимались конкретно природными полимерами. Было интересно что-то делать. И я хочу сказать, что я работала и работаю сейчас в замечательном научном коллективе в лаборатории растворов целлюлозы и продуктов их переработки, которую бессменно уже много лет возглавляет мой муж, профессор Дмитрий Гриншман. Его уличенность наукой, наверное, была каким-то отчасти стимулом для меня. Потому что мне было интересно. И я еще хочу отметить, что химия вообще это такая наука, которая наиболее эффективна в результате труда команды. Вот сколько я не занималась научно-исследовательской деятельностью, я никогда не чувствовала себя исследователем-одиночкой. Я всегда работала в команде. И вот та команда, которая существует у нас в лаборатории, к настоящему моменту добилась действительно впечатляющих успехов. В частности, разработаны новые, очень интересные, так называемые зеленые технологии. Зеленые – это значит безопасные для окружающей среды и здоровья человека. Если привести примеры, то это получение самозатухающих волокон и пленок из целлюлозы и хитозана. Получение композитного топлива из отходов гидролизного производства такого полимера, как лигнин, в сочетании с отходами нефтепродуктов. Получение комплексного удобрения из лигнина и солевых растворов, которые являются побочным продуктом производства первых волокон, о которых я говорила. Есть еще биоразлагаемые упаковочные материалы. Это тоже очень интересное направление в лаборатории. Ну, давайте скажем так, вот есть ткани, которые, ткани целлюлозные, которые очень приятны для человека, приятны для кожи, они гигиеничны, гигроскопичны, но они легко горят. Если из такой ткани, например, мы изготовим постельное белье, и неаккуратно на него упадет пепел от сигареты, оно может загореться. Так вот, в лаборатории изобрели такие волокна, которые не горят, а они самозатухают. Вот это первая такая очень интересная технология. В основе лежит полимер, та же целлюлоза, а целлюлоза – это составная часть древесины, то есть бумага, сделанная из целлюлоза и так далее. Второй полимер – это хитозан, который в составе. Хитозан, вы, наверное, знаете, входит в состав панцирей крабов, креветок. То есть это тоже природный полимер. Если их соединить, растворить, а потом из этого раствора сформовать волокна, то вот эти волокна будут обладать свойством самозатухания. Вот это очень интересная технология. И самое главное, что процесс растворения целлюлозы в данном случае, он очень зеленый, потому что используется в качестве растворителя ортофосфорная кислота. А если уже говорить просто, то ортофосфорная кислота, кстати, входит в состав такого любимого многими напитка, как Кока-Кола. То есть процесс достаточно безопасен. Второе – это, вот я говорила о лигнине. Лигнин – это полимер, который остается после того, как из растительной биомассы получают гидролизный спирт. У нас в республике, и не только у нас, это во всем мире такая проблема, вот этот лигнин находится в отвалах, то есть он занимает большие площади. У нас около 5 миллионов тонн лигнина скопилось. И в мире не очень-то известно, что с ним делать. Предлагаются различные решения, но массового такого глобального решения этой проблеме нет. И вот у нас в лаборатории предложили использовать этот лигнин, чуть-чуть его модифицировать, получить гидрофабизованный лигнин, и он тогда будет очень хорошо поглощать нефть. Ну, например, если у вас есть на поверхности воды пленка нефти, вы сверху насыпите лигнин, и вот эта нефть очень быстро, в течение нескольких секунд, превратится в твердую массу. А твердую массу, как известно, очень легко снять с поверхности. Но что самое замечательное, после этого вот это все выбрасывать не нужно. Это все прекрасно горит. И горит с такими характеристиками, которые, в общем-то, разрешены всеми возможными стандартами. То есть дым, ну, если говорить просто, то дым не черный, а белый. Вот. То есть мы из двух отходов, отход плюс отход, получаем композитное топливо, то есть получаем какой-то доход. Это очень интересное решение проблемы. Сейчас производство такого модифицированного гидрофабизованного лигнина, оно реализовано на ООО «Бобруйский завод биотехнологий». И, в принципе, эта технология сейчас доступна, и она очень интересна. С другой стороны, тот же ливнин, вот этот отход, который создает экологическую проблему в нашей республике, можно соединить вот с осадительной ванной, ну, если говорить просто, с солевым раствором, который является побочным продуктом производства вот этих самозатухающих волокон. Если их соединить, получается отличное удобрение. У нас студенты выращивали и клец-салат, и выращивали там овес, смотрели, и, оказывается, растет все очень хорошо. Почва при этом рыхлится, и удобрение – это новый тип. Оно и неорганическое, и не минеральное. Органоминеральное, то есть сочетает несколько компонентов, что очень полезно для растений. Удерживает вот питательные элементы в почве, то есть вот это очень интересно. Если говорить о том, что же такое полимер, полимер – это такая огромная гигантская молекула, причем она очень интересно построена. Представьте себе ожерелье из бусинок. И вот мономир, то есть моно-один, вот из таких звеньев, их очень-очень много, их может быть несколько десятков тысяч, несколько сотен тысяч, они соединены вот в такие длинные молекулы, и вот за счет такой большой длины молекулы имеют определенные свойства. И поэтому из полимеров мы можем получать, например, волокна. Вот предположим, если говорить о том, возьмем низкомолекулярное соединение соль, это натрий хлор, натрия хлорид. Если вы приготовите даже концентрированный раствор такой соли, и затем испарите из него воду, то у вас останется по-прежнему порошок, то есть совокупность кристалликов соли. А вот если вы приготовите раствор полимера, вот, например, той же целлюлозы, или известного вам крахмала, желатина, и испарите из него влагу, то вы получите пленку, а не порошок. И поэтому из полимеры обладают удивительной способностью к волокна и пленкообразованию. Вот этим они отличаются от низкомолекулярных соединений. Высокомолекулярные, значит, очень большие, гигантские молекулы. Над чем вы сейчас работаете? Если говорить о последних разработках нашей лаборатории, то я бы, пожалуй, отметила в области съедобных пленок такое новое направление, которое наметилось именно в последнее время. Дело в том, что сейчас в мире очень популярны так называемые ородиспергируемые пленки, то есть пленки, небольшие пленки-полоски, которые быстро растворяются в полости рта. Их называют от английского oral strips – пленки-полоски. И чем они хороши? Тем, что в эти пленки на основе пищевых полимеров можно выводить самые разнообразные ингредиенты. Мы можем ввести сюда биологически активные вещества, можем ввести какие-то фармакологически активные компоненты, то есть лекарственные вещества, можно ввести витамины, то есть все то, что мы пожелаем. И чего мы добиваемся в этом случае? Это направление имеет значение для таких пациентов, как, например, дети, пожилые люди, люди, у которых функция глотания затруднена. Для них очень иногда бывает сложно проглотить таблетку. А если мы в такую пленку-полоску введем лекарственное вещество, то есть какой-то лекарственный ингредиент, то затем он очень быстро в полости рта растворится, будет всасываться, попадет в системный кровоток, и эффект может наступить очень быстро. Вот мы сейчас над этим направлением активно работаем. Ну вот я бы хотела предложить вам попробовать несколько пленок, в которых содержится кофеин, содержащий продукты, причем как чистый кофеин, так и кофе, различных марок со сливками, с молоком, с сахаром и так далее. Это тоже очень удобно, даже не столько с точки зрения лечения, как с точки зрения получения удовольствия. Например, у вас нет воды, а хочется кофе. Пожалуйста, вы съедите такую пленочку, и вы получите эффект, ну, как если бы вы выпили чашечку достаточно крепкого кофейного напитка. И вот это направление мы сейчас активно развиваем. Мне кажется, оно может иметь перспективу. Мы, например, сделали пленки на основе активированного угля, куда добавили валидол. Вот такие пленки очень легко растворяются в полости рта и очень быстро всасываются, валидол начинает быстро действовать. Еще интересно, такие пленки для наших питомцев, а именно, например, очень сложно дать лекарства для собак. Вот, они не хотят принимать лекарственные препараты. Вот, а такие пленки, во-первых, если сюда ввести лекарственный компонент для собак или обернуть какую-то таблетку, то поскольку они быстро набухают и быстро приклеиваются к полости, быстро приклеиваются к щеке, например, там, к слизистой оболочке, то собаке уже будет очень сложно их выплюнуть. Вот, поэтому вот это направление такое, оно достаточно интересно. О личных достижениях. Мои личные достижения, безусловно, конечно, есть. В частности, я очень много занималась изучением интерполиэлектролитных комплексов антибиотика с водорастворимым производным целлюлозы, сульфатом и цитатом. Ну, это так достаточно сложно, но что это нам позволило получить и к чему прийти? Мы создали новую лекарственную форму для антибиотиков. Базу, как ни странно, составляет активированный уголь, и туда добавлен вот этот интерполиэлектролитный комплекс. И что мы получили в итоге? Таблетку вместо укола. То есть мы предложили таблетку на основе того же антибиотика вместо его инъекции. Это очень интересно для пациентов, и вот в этом направлении у нас ведутся работы. Ну, а в области биоразлагаемой упаковки мое личное достижение – это монография, которая называется «Биоразлагаемые композиционные материалы на основе природных полисахаридов». Она такая первая в нашей республике, где описаны биоразлагаемые упаковки для пищевых продуктов, и, в частности, есть глава и о съедобных пленках в том числе. О гендерных стереотипах в науке. Тяжелее ли женщине стать ученым, чем мужчине? Мне кажется, сейчас вот этот гендерный стереотип, он уже не очень актуален. Сейчас мир скорее волнует другой вопрос. А почему в науке так мало женщин? Ведь если взять мировые статистические данные, то в мировом научном сообществе около только, около 30% женщин. В Белоруссии, кстати, ситуация несколько лучше. У нас чуть более 40%. То есть у нас гендерный вопрос решен значительно лучше, чем в мире вообще. Однако для того, чтобы заниматься наукой, мне кажется, здесь нужны не какие-то женские чисто или чисто мужские качества, а скорее какие-то общечеловеческие. То есть должны быть какие-то профессиональные навыки, способность к анализу, междисциплинарность знаний, чтобы можно было не только ставить новые эксперименты, но и анализировать уже полученный материал. Ну и надо сказать, что в мире сейчас как бы и очень много внимания обращается на то, чтобы женщин в науке было больше. Ну, например, я вот недавно узнала, что в начале февраля, оказывается, по предложению ООН празднуется такой день женщины и девочки, странное такое вот название, в науке. У ЮНЕСКО есть гранты «Женщина для науки». У МАГАТЭ есть гранты Марии Складовской-Кюри, которые выдаются именно конкретно женщинам-ученым. Но, безусловно, женщинам, наверное, сложнее заниматься наукой, потому что есть еще и социально-бытовые проблемы, которые тоже необходимо решать, и причем решать одновременно. Но, тем не менее, очень много женщин, которые чего-то достигли в науке, достигли действительно результатов не худших, чем у мужчин. И вот если еще раз задать вопрос, а какова вообще роль женщины в науке? Есть очень удачное, по-моему, выражение Софьи Ковалевской – «Женщина в науке для поиска истины». О химической промышленности Беларуси. Я хочу сказать, что химическая промышленность Республики Беларусь, она развита. У нас есть заводы, которые производят и полимеры, у нас производятся в стране и волокна. И химики наши, белорусские, сейчас работают очень много над проблемами импортозамещения. То есть сейчас разрабатываются новые процессы и в области, в первую очередь, полимерной химии, безусловно, и в области каких-то вспомогательных веществ, катализаторов, красителей, поверхностно-активных веществ. То есть мне кажется, что химики Беларуси продолжают работать в тех же направлениях, в которых они работали и раньше. Безусловно, сейчас еще расширился круг обязанностей создать какие-то ингредиенты, химикаты, которых у нас сейчас нет. Но в целом у нас, даже не выходя за рамки химического факультета, и вот на примере лаборатории растворов целлюлозы, можно сказать, что многие исследования у нас выполняются не только на белорусском, а и на мировом уровне. Можно ли химичить дома? В домашних условиях заниматься химией, особенно настоящей химией, то есть там, где идет уже уровень исследований, который требует какого-то приборного обеспечения, безусловно, сложно. Но есть такие моменты в химии, когда можно что-то делать и дома. Ну вот я хочу сказать, что в последнее время мы увлекались молекулярной кулинарией. Это когда мы из пищевых каких-то полимеров, ингредиентов можем приготовить вроде бы химические продукты, но они будут абсолютно съедобными. Можно освоить технологию сферификации, можно делать искусственную икру, можно делать спагетти из апельсинового сока. Можно готовить молекулярные яйца, когда мы их варим при температуре 64,5 градуса, и потом они получаются не похожими ни на что. То есть и не на яйца пашот, и не на крутые яйца и так далее. А при этом можно разбирать, какие же физико-химические процессы происходят, когда сворачивается, коагулирует белок, желток. Они, кстати, коагулируют при разных температурах. То есть интересного и увлекательного может быть много. И вот то направление, которым мы сейчас занимаемся, в частности, съедобные пленки, некоторые простейшие варианты, в принципе, можно получить и в домашних условиях. Влияет ли политическая обстановка на научный мир? Вы знаете, конечно, с одной стороны, вот то, что нам сейчас трудно ездить на какие-то международные конференции, в которых мы раньше принимали участие, безусловно, это имеет место. Однако вот те контакты с теми учеными, которые были налажены ранее, у нас остались. Вот, то есть мы, у нас шли проекты, был проект и со Словакией, например. Вот мы его довольно успешно, мы его успешно завершили. И вот эти контакты между учеными, они продолжаются. То есть вот та ситуация, в которой мы сейчас живем, она на них не очень повлияла. Вот. Ну, безусловно, появились какие-то ограничения с точки зрения публикации в иностранных журналах. Хотя, в принципе, нельзя сказать, что число публикаций очень сильно сократилось. Вот. Сейчас активность ученые проявляют в отношении публикации в наших белорусских журналах. В частности, вот в журнале нашего Белорусского государственного университета можно публиковать статьи на английском языке, чтобы они были видны в мире. Вот. Поэтому, то есть контакты научные, они остались. О новом поколении студентов. Я преподаю в Белорусском государственном университете на химическом факультете уже довольно много лет. И, в принципе, по определению студенты – это лица, которые вовлечены в процесс получения знаний. Так было и в древние времена, ну, там еще, например, в Древнем Риме, так есть и сейчас. Но сейчас пришло то поколение студентов, которые уже совсем другие. Это поколение интернета. И это уже цифровые индивидуумы. И они хотят, чтобы образовательные продукты, которые мы им предлагаем, были другими. Сейчас студенты не хотят и не пишут лекции за преподавателем. Они хотят, чтобы у них были образовательные продукты совсем другие. И, в принципе, мы стараемся в этом следовать за вот их такой потребностью. Наверное, это действительно необходимо. И есть еще одна особенность. Сегодня студенты часто, особенно на старших курсах, сочетают работу и учебу. Раньше это не очень практиковалось, особенно для студентов тех, которые учились на дневной форме обучения. А сейчас студенты хотят уже попробовать себя в своей будущей специальности. Они часто начинают работать на тех предприятиях или в научных учреждениях, куда бы они хотели пойти. При этом можно отметить такой очень рациональный и очень реальный подход, который заключается в том, что они хотят найти такую сферу для своей работы, где они достигнут успеха. И они об этом говорят. То есть они хотят иметь и социальный успех, и экономический в том числе. И, безусловно, это хорошо. То есть они стараются заранее себя готовить к будущей профессиональной деятельности. Но вроде бы студенты изменились, однако если взять, например, ситуацию в группе, то по-прежнему в группе студенты мотивированы по-разному. Я имею в виду мотивированы в погоне за знаниями. Кому-то все интересно, кому-то интересны только какие-то отдельные аспекты, отдельные нюансы, отдельные дисциплины. Но, наверное, несмотря на то, что студенты стали другими, прошло и время сейчас другое, но все равно, наверное, интерес к знаниям у многих студентов, он еще остался. Остался энтузиазм узнать что-то новое, иногда что-то новое придумать. То есть они хотят креативить. И из таких последних примеров я хочу привести на одном из последних семинаров по зеленой химии у нас со студентами второго курса, а мы разбирали такую тему, как зеленые химические метрики. То есть по-простому это методы оценки эффективности химических реакций, которые позволяют рассчитать, сколько же отходов получается в том или ином химическом процессе. И вот у нас возникла такая идея пригласить нескольких руководителей фармацевтических компаний, тоже желательно молодых, и рассказать им об этом, чтобы им об этом рассказали сами студенты. И будет очень интересно посмотреть на их реакцию. Мысли вслух. Сегодня существует два главных мнения о химии. С одной стороны, трудно переоценить ту роль, которую дает химическая промышленность, создавая те материалы, без которых мы сегодня уже не можем существовать. Все наши гаджеты изготовлены с помощью химии, наша одежда, обувь и основная часть того, чем мы пользуемся. А с другой стороны, химическая промышленность все-таки сегодня еще загрязняет окружающую среду. И, к сожалению, имидж химии в обществе сегодня скорее отрицательный, чем положительный. Так вот, мне хочется обратиться ко всем, кто нас слушает. Давайте будем верить в химию. И будем верить в то, что химики, если недавно еще успешно загрязняли окружающую среду, в самом недалеком будущем сделают все для того, чтобы наша планета была зеленой, чистой, и чтобы она досталась в таком же состоянии нашим потомкам. Продолжение следует...